С логической точки зрения и с оглядкой на традиции, Путин давно мертв. Это следует из того, что на России принято говорить или хорошее, или не говорить ничего, только о покойниках. Примерно так это происходит и с Путиным. Его руководство привело к настоящей катастрофе с ковид. Это легко понять, потому что Москву ни раз и ни два уличали в том, что она дает произвольные данные по количеству погибших от коронавируса. На самом деле международные организации, которые заняты мониторингом пандемии, очень скромно говорят о том, что в РФ количество жертв в 2-3 раза больше просто потому, что там имеется собственная система учета, не совпадающая с методиками, принятыми на Западе. Поэтому четвертое место в мире с официальным количеством погибших в 308 тысяч легко превращаются в 616 тысяч, если жертв в 2 раза больше. А это уже всего на пару тысяч меньше второго места Индии. Если эти данные занижены втрое, хоть это не окончательный вариант, то Московия оказывается на первом месте, опережая США на 100 тысяч. Только за коронавирус Путина необходимо ставить к стенке и выкатывать зенитный пулемет. Но в РФ как ни в чем не бывало пишут, Путин поручил, Путин распорядился, Путин подписал. А кроме пандемии, за ним числится масса подвигов рекордного масштаба в мировой истории. К стенке его можно поставить и за то, что он промотал и разворовал невероятный объем казенных средств. Отдельно стоит еще один подвиг Путина, связанный с реставрацией репрессивной системы, которую можно рассматривать как современный аналог советского ГУЛАГа. Это уже не скрывается. Товарищ Сталин реабилитирован и засекречены данные о тех, кто принимал участие в репрессиях, не в статусе палача, приводившем в исполнение приговоры. Палачи-ударники давно известны и навешивать на них гриф секретно нет смысла. Но сексоты, судьи, прокуроры и те, кто толкал миллионы в могилы, уже засекречены. Сама тема репрессий удалена из информационного пространства, а общество «Мемориал», которое как раз и занималось расследованием и публикациями данных, на прошлой неделе закрыто решением Верховного суда РФ после 33 лет работы. Теперь организация признана вредной и враждебной путинскому режиму и поэтому запрещена. Результаты расследований подобных правозащитных организаций будут вымарываться из российского сегмента сети, а публикации на эту тему будут считаться экстремистскими. Таким образом, Путин и его шайка справили нужду на могилы миллионов жертв сталинских репрессий, и никто даже не пикнул по этому поводу. Давно известно, что как только кто-то прячет следы былых преступлений, это указывает на подготовку новых. Но в РФ население имеет странное свойство, когда каждый считает себя вертухаем или палачом во время грядущих репрессий, и никто – жертвой. Иных уж нет, а те далече. Да и тех, кто далече, пытаются достать то полонием, то новичком. Наверное, последним из тех, кто мог назвать вещи своими именами публично, был Борис Немцов. Все помнят то, как он лаконично охарактеризовал Путина. Сделано это было давно. Немцов одним словом точно описал этого персонажа. Кто не помнит, может послушать. С тех пор это обрело окончательный смысл. Но судьба самого Немцова показала, чего стоят подобные оценки. Поэтому сейчас, если и делается что-то похожее, то очень завуалированно. Так произошло вчера. После того, как стало известно о том, что Путина серьезно придавило, и он запросил телефонный разговор с президентом США Байденом, в российской прессе очень аккуратно стали высказывать опасения о том, как бы этот деменциозный рыцарь не напорол необратимой чуши, и чтобы это потом не вылезло боком. У нас многие опасаются открытого российского вторжения. Но в самой РФ такие настроения тоже очень распространены. Особенно среди людей, которые имеют хоть какой-то уровень достатка, которого могут лишиться. У поротой рвани терять нечего. А остальные пытаются просчитать ситуацию на несколько шагов вперед и видят, что там, как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Пресса об этом пишет дозированно, чтобы не заработать себе вырванные годы за такое. Российский валютный рынок провожает 2021 год сильнейшим за месяц падением рубля. Начав торги на отметке 73,95, курс доллара экспрессом проследовал станции 74 и 75, а на 15,12 по Москве оформил максимум с 30 ноября – 75 и 14,75 рубля. Евро подорожал на 1,25 рубля, до 85 – 13,25 рубля за евро, что также стало месячным максимумом. Курс рубля, как таковой, нам не интересен. Важна тенденция и причина. И вот как объясняют такую ситуацию. Хотя цены на нефть держатся вблизи вершины за 5 недель, бренд котируется по 79 долларов за баррель, рубль испытывает приступ слабости и причина – геополитический фон. В отличие от предыдущих созвонов Москва-Вашингтон, на которых рубль укреплялся, на этот раз трейдеры не ожидают ничего хорошего. Рынок боится новых санкций, которыми Запад грозит в случае вторжения в Украину. Это отправит рубль по наклонной вниз до отметки 77 за доллар в начале 2022 года. Пунктиром намекают «Дед, пойди съешь таблетку, покатайся на оленях или на шойгу и иди спать в бункер». При этом указывают на то, что рынок уже испытывает диарею от этих созвонов и подметных писем в виде каких-то ультиматумов. Публичное обнародование проектов таких документов, как предложенные МИДом соглашения по гарантиям безопасности, не являются нормальной дипломатической практикой. А сам факт такого действия говорит о том, что Кремль не делает серьезной ставки на переговоры. Надежд, что переговоры смогут снять напряженность в отношениях Москвы с Вашингтоном и НАТО немного. Выдвинутые требования, сжатие альянса к границам 1997 года и отказ от планов по вступлению Украины и Грузии неприемлемы для НАТО и в Москве не могут этого не понимать. И вот, закончив с цитатами, можно вернуться к Немцову и ответить на простой вопрос. Удалось ли ему кратко изложить то же самое? Так что нам надо исходить из этого и по-хорошему прямо сейчас определяться с тем, где именно закапывать эти сто тысяч российских войск. На всякий случай! Субтитры создавал DimaTorzok